друзья рад приветствовать вас на канале большой дом деревни меня зовут сергей сегодня хочу рассказать о тех маленьких сюжетах которые случились со мной летом я до этого вообще раньше думал что в карелии нормальных яблок вырасти не может потому что здесь в северо-запад россии да и яблоки вот как финские так и вот которые в садах растут филляндии например сколько я не пробовал да они либо кислые либо такие кисло-сладкие у меня на участке сейчас одна большая вот такая яблоня которая мне досталась вместе с участком но надо сказать что вот эти яблоки да они очень сладкие даже не верится что они такие сладкие поэтому насколько я был равнодушен к яблокам да но я решил в этот год собрать по максимум яблок и на самом деле в моей голове что-то повернулось по отношению в целом к яблокам оказывается они бывают очень сладкие я решил побольше собрать яблок и засушить их правда я из части яблок еще выдавливал сок вот но тем не менее у меня получилось 4 ящика это где-то 45 килограмм 45 килограмм яблок можно сказать что 2 до 2 ровно половину я засушил вот и сушеные яблоки да они вот обычно сухофрукты когда едим да то они такие немножко кисловатыми но вот здесь получается что само сушеное яблоко получается сладким сейчас уже у нас осень до глубокая я пью чай и вот этими сушеными яблоками заедаю как конфетами очень интересный эффект ну вы наверное слышали да что летом был жуткий скачок в ценах который многих напугал из-за которого многие заморозили свои стройки в частности нашем регионе цена на кубометр досок поднялась по моему до 24 тысяч рублей ну а до этого она стоила грубо говоря вокруг 10 тысяч там ну где-то 11 где где-то 10 значительный скачок цен причем на все я тоже был конечно в таком расстройстве потому что я естественно использую постоянно доску у меня особо большого запаса не было но я как увидел что стали подниматься цены естественно я собрал остаток денег да и пошел короче на базу ну и с такой вот прискорблен здесь у меня от моего 5 или 6 6 кубов высот причем вот так вот у нас такой водитель и деревне который на газоне на своем может привести вот аж столько сразу досок такой опыт недостаточно ну я их собственно говоря просто заказал потому что да потому что я знал что они завтра уже будут стоить вдвое сейчас они у меня просто складированы на участке в общем то ждут своего час я думаю на год-два я обеспечен по крайней мере доской что в общем то тоже хорошо доска трехметровая четырехсортная но она принципе мне в хозяйстве очень хорошо она пригодится мне там 1 2 сорта не нужен решил я немножко благоустроить свой участок потому что ну я вдруг осознал что у меня нет хорошей скамейки на участке я летом ходил там из одного конец другой и и думал где бы мне посидеть я понял что я хочу скамейку такую ну вот на которой бы можно было сидеть и вот на даче у моего отца перед домом стояла такая удобная скамейка на который можно было развалиться она была такая голубенькая как сейчас помню и все кто в этом доме отдыхал они выходили садились так можно было развалиться у меня как-то в памяти вот запомнилось что именно это было очень удобно даже тогда еще когда маленький был я думал что вот если когда-нибудь у меня будет свой дом обязательно сделаю такую скамейку на которой можно было в летний день или там из леса когда пришел устал или когда просто хочется хочется отдохнуть где-нибудь в тенечке вот такая скамейка у меня бы была в общем то ничего сложного здесь в этой скамейке две доски туда-сюда два самореза все очень просто единственно здесь немножко сложность нужно соблюсти вот углы да и так как она в общем то стоит из двух частей потому что правая левая вот эти ножки если на что нужно досмотреть чтобы они более-менее совпадали ну тут символический такой декор у меня с краев досок я специальным диском так обработал как бы так под старину скажем так да в общем то я особо не старался это на мой взгляд это простое сооружение ничего тут сложного нету каждый мужчина это может сделать я думаю быстро на это у меня ушло на всю скамейку у меня ушло наверно заполнили или день от силы ну то есть с обеда одного дня до его до обеда следующего в общем то ну да еще покраска там будет но это уже отдельно и в другие дни дел самое то главное было собрать ее все отмерить там прикинуть какая она будет потому что я вот думал ну а невысокая ли она будет не слишком ли она будет пологая не слишком ли она будет низкая вот там примерялся как мне это будет удобно в итоге я кстати немножко подрезал ножки это нормальное дело потому что без чертежей же делаешь да то есть в принципе на глаз поэтому это кстати очень хороший метод вообще вот развивать такой глазомер потому что обязательно какие-нибудь косяки вылезают которые надо быстро как бы исправлять а в следующий раз уже есть опыт определенный да ну такого глазомера то есть глазомер я за я заметил он как бы развивается скамеечка мне даже понравилось то есть она такая получилась приятная вот это дерево да такое тем более ведь я ее отстрогал то есть у меня вот такие мини минимальные да то есть орудия обработки дерева имеются то есть я могу и фасочки снять все и так в общем конечно это не полная такая столярка но тем не менее ну я решил все как говорится здесь обжечь потому что но это опять же антисептик я еще потом антисептиком обрабатывал ну вот но обжиг я думаю тут абсолютно не повредит особенно вот ножки они все-таки соприкасаются с землей постоянно ну на зиму я наверно накрою чик какой каким-нибудь полиэтиленом там вот а так я решил ее просто обжечь да она кстати смотрится так как садовая мебель в принципе нормально ну не знаю мне вообще такое черное не очень нравится но я бы ее с удовольствием оставил такой светлый вот но вот не мне не нравится крашеное дерево вот поэтому решил обжечь вот так вот в общем так ее здесь и поставил и такой был жаркий день и в общем-то было так классно и посидеть это уже привычная у меня такая процедура осматривания котов потому что клещей очень много и они уже тоже у меня привыкли что я их о них забочусь там их осматриваю все всячески время от времени а три кота так это приходится постоянно делать особенно летом ну весной очень часто там каждые сегодня день заготовки еды для собак в одном из магазинов сегодня я купил 30 килограмм вот это куриные шеи и куриные головы там получилось где-то 13 килограмм одного из 17 килограмм другого то есть просто вы спрашивали о том чем я кормлю дождика якуму и так далее то есть не только я конечно мясом кормлю вот зимой больше даю от мясного летом я больше им варю такую вот тоже фарш парю там с группами с овощами и так далее то есть но 50 процентов их рациона ну то есть летом меньше до зимой наоборот больше там до 80 процентов это всегда вот мясо сырое мясо вот ну вот такие отходы из-за этого у них хороший мех хорошие зубы вот они себя очень хорошо чувствуют и даже самом деле вот когда кормишь их даешь им вареную вот ну как бы еду вареную миску даешь и даешь вот те же куриные головы сначала всегда они будут есть куриные головы они нравятся или шеи то есть это их прямо любимая поэтому из этого можно даже просто заключить что как бы собака собаки ближе да вот такая пища у меня задача привести все распаковать то есть распаковать на мелкие пакеты и убрать в морозильник потом я просто достаю размораживаю на день-два и ну как бы скармливаю вот так